Всем привет! Это третье видео из серии «Интересное» в эфире. В таких видео я рассказываю вам о том, что интересного мне удалось услышать за последнее время. Как вы понимаете, это была музыка из средневолнового радиовещательного диапазона, а дальше частоты будут немного повыше. Как хорошо, что радиохулиганы на 1,6-1,7 МГц транслируют не только шансон или блатняк, но и более нормальную музыку. Правда, скорее всего, это не русскоязычные радиохулиганы. Поездная радиосвязь на частоте 2,130 в частотной модуляции, прям как на УКВ. Сейчас, в наше время, я практически не слушаю эту частоту, но когда-то давно, 32-35 лет назад, когда я был школьником, старшеклассником и студентом, я слушал эту частоту на переделанный вещательный советский приемник и рамочную резонансную антенну специально на эту частоту. Ух, ностальгия, неужели это со мной было? Обычно в вечернее дневное время на этой частоте каши ничего услышать невозможно. Но, если находиться где-то вне населенного пункта, где совсем нет помех, то в дневное время можно услышать ближайшие какие-то железнодорожные станции, находящиеся на расстоянии нескольких километров или десятков километров. И опять ненадолго вернемся к радиохульганам с хрипучей амплитудной модуляцией. Товарища слышно одновременно на двух частотах, на первой гармонике и на второй. Причем надо еще подумать, на какой частоте его слышно лучше. 3-440, вторая гармоника от 1720, где он, собственно, и работает. Кстати, на всякий случай поясню, что сама по себе амплитудная модуляция не хрипучая, она хорошая. Послушайте вещалки, послушайте радиосвязь в амплитудной модуляции в авиационном диапазоне или Сибишников. У всех нормальная модуляция, но почему-то радиохульганы на 1,7 МГц или на 3 МГц делают свою амплитудную модуляцию очень хрипучей. 2-182. Всемирная частота бедствия. Но кроме сигналов о бедствии на этой частоте также бывают проверки связи и даже сеансы радиосвязи. Чиев Петрович, героев МГц. 2395 или 2395, как некоторые скажут. Самая нижняя частота из всех частот радиосетей радиооператоров гражданских аэродромов. Многие наверное слышали подобные позывные на различных частотах КВ диапазона. И вот мы сейчас слышим перекличку на самой нижней частоте 2395. Обычно в городе послушать эту частоту очень сложно из-за огромного уровня помех в нижней части КВ диапазона. 2714 вроде как польская навигационная станция читает метеоинформацию для моряков на английском языке. Еще рядышком по частоте на 2761 тоже метеоинформация для моряков Остенд радио, по-моему Бельгия. А вообще здесь до частоты 2850 идет диапазон сначала морской радиосвязи, потом фиксированной радиосвязи. И вот на частоте 2799 еще одна береговая погодная станция, на этот раз из Греции. Слышно не очень. А вот уже на 2869 многим известна частота, на которой передаются циркулярные сообщения с метеоинформацией для авиации. Наша российская частота. Видимость 6000. Слабый ливневой снег. Незначительные 300. Значительные 510. Куча вододождевые. Временами с 12 до 18.8. Частота очень старая. Таких частот много. В основном на них постоянно круглосуточно передаются подобные сообщения. Но уже много лет на большинстве из этих частот сообщения передает не живой человек, а программа на компьютере. И сразу это заметно, что там однообразная интонация, однообразный голос. Но вот в данном случае мы слышим, что погоду эту читает живой человек вживую, не в записи из города Сыктывкар. И мало того, еще и мужским голосом. Поэтому редкое явление для данной радиосети решил вам это показать. Видимость 1000. Ливневой снег. Дымка. Незначительные 150. Значительные 480. Куча водождевые. Фактическая погода. Сыктывкар. 17.00. 241. Видимость 5000. Слабый снег. Дымка. На частоте 2920 каждый вечер и каждую ночь разговаривают радиохульганы. Но не в амплитудной модуляции, а в ССБ как настоящие радиолюбители. Часто они еще есть на частотах 2910, 2900. Но иногда расползаются вообще по всему диапазону. Вот сейчас на 2950 кто-то крутит музыку. А на 2960 кто-то транслирует аудиокнигу. На простой вопрос, как проехать к порту, вам ответят монологом минут на пять, в корне притекая все ваши попытки ставить слово или убрать. Но если и вас о чем-нибудь спросят, наберитесь терпения. А вот на 2965 мы уже слышим Бангкок метео, волны, передающие метеоинформацию на английском языке. Это же ведь авиационный участок, все эти частоты. 2903 МГц, ну там где радиохулиганы засели. Вот и на частоте 3190 кто-то тоже в верхней боковой работает. Ну я имею ввиду те же кто и на 3 МГц в амплитудной, и те же кто на 2920. Оно же во рту ставит. Ну все, это ж только воспоминание где-то такое. В магазине эту хуйню, которую продают, она ж какой-то пробитана. Ну типа кубиков от этого хуйня. Вроде бы как на вкус и ничего, но ты же понимаешь, что она какая-то синдепит себе это взятым. На 3200 в амплитудной модуляции музыку кто-то гоняет. Модуляция не хрипучая и музыка более-менее нормальная. А нет, перехвалил, опять какую-то фигню включили. 3336. Радиохулиганы закончились, профессиональная радиосвязь началась. Кто-то кого-то вызывает. Частота какая забавная. 3336. 3336. Как квадратная батарейка в Советском Союзе называлась. 3341. Ребенка какого-то слышно. Это что такое? Домашняя связь чья-то? Ну вообще уже. Ну да, конечно. Я пришла сюда к Сюнгену, мы за мной нападали. Сейчас люди с кем-то спешены, и все с кем-то спешены. Они с кем-то спешены. Я не смогу его. Сколько лет? Ну да, я не смогу. Они с кем-то спешены. Время для этого фигуры. Да, я не смогу. И вот немного послушав музыку в вещательном диапазоне, в районе 3200 МГц, такой там тоже имеется, теперь наблюдаем морячков на 4 МГц. Да-да, получается, с этого времени где-то. Он где-то с 0 и с 0 часов начнет с 3-х начнется с прохавшего приема. Ну, грубо говоря, откуда где-то сейчас стоит, откуда начнется, и будет где-то к утру уже по 5-й куда-то опаливаться. Короче, в 4 утра надо сниматься, блин. Ну, нормально, да, он будет поразить. Ну, наверняка, потому что, не дай бог, там где-то скорость больше. А сейчас я не попаду там под ветер? Там ветер уже тоже будет дуть. Да, вроде сильный там, я посмотрю. И вот рядом еще кто-то, не знаю на каком языке. Тоже, наверное, морячки. Диапазон-то морской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 4,525 в верхней боковой кто-то музыку транслирует, что-то мне это напоминает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 15-856, неразборчиво воспринимаем на 1-2 балла. Архангельску что-то передать, да-да? Да-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минуту я позову, Архангельск, может быть, она вас лучше слышит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Архангельск, Архангельск, Петербург. Петербург, Архангельск, Петербург, не слышно, сейчас секунду подрабывают, покричат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на 4,672 самолетный канал – северо-западная часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 4712, наверное, самый известный самолетный канал Коротковолновый, Гражданская авиация. Там практически одни переклички все время только и слышно. И вот сейчас мы тоже очередную перекличку там наблюдаем. Новосибирск Сибирь, Сибирь, Турадио. Хорошо. В Новосибирске хорошо. Вот что это за шифровку слышно, на 4724 на английском языке, как вы думаете? А это американская система связи военно-воздушных сил. Называется HFGCS. Коротковолновая глобальная командная система. Звучит солидно, да? У этой системы целая сетка частот, и вот подобные сообщения обычно транслируются одновременно на нескольких частотах. Самая известная частота 11175, работает круглосуточно. А вот это 4 МГц, конечно же, уже вечерне-ночная частота. Delta, 6, Uniform, Tango, November, Mike, India, Uniform, 5, Oscar, Sierra, November, 4. Так, ну и ты вообще не понял, кто такие на 4810? А на 5600? Это похоже радиохулиганы с 10-460, там 6-660, 2-920 и тому подобное. Заигрались, загулялись, и вот на 5600 оказались. Ой, ну не знаю, вот это самое, вроде, блин, вроде вот так как-то приют. Не, индикатор на тебя не реагирует, но я разбираю. Так что в данный момент 3900 лучше всего работает. Четкая индикация, там до девятки, так что хай-фай. 5, 0, 35, 5, 0, 35, отлично, давай, вперед, двигаем. 5, 0, оле, да, шо там такое, аааа, ну, 5, 0, 35, прием, 9 баллов плюс 15, прием. А дальше побежали на шестерки, а я за ними не пойду, скучно все это слушать. О, какие интересные товарищи на 5156. На 5286 что-то очень похожее тоже. О, какие интересные товарищи на 515? А вот эти товарищи по поводу частоты вообще, по-моему, не заморачивались. Набрали 4 пятерки. 5555. Наверное, потому что цифры красивые, а не потому что там прохождение хорошее. Песня с самым длинным названием. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Только что для вас исполнили у Викли. Ну что, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Сегодня мы познакомились с творчеством прелестников с группой Викли, а точнее... Из Щалкино КВ на русском языке встречаются и рассказывают что-то даже не про политику, про какую-то девочковую музыкальную группу. До встречи на следующих выходных, где вас ждет еще больше отлично корейской музыки. А пока берегите себя и желаем вам чудесных выходных. Пока! Похоже, это какое-то корейское радио на русском языке. Слушать радиохулиганов на 10-460 или на 6-660 я вроде не собирался, но все равно обратил внимание на частоту 6-660. Правда в нижней боковой. Вот такие вот там радиохулиганы образовались. Зарубежные. Наши-то обычные. Верхнебоковой вещают. Мой-мой-мой. Вообще еще много всякой радиосвязи слышно на языках, которые я не знаю. И идентифицировать эту радиосвязь не удается. Понятно, что в нижней боковой ниже 40-метрового или 80-метрового диапазона отходит поболтать это радиохулиганы. Это понятно. Но когда вот такая вот связь в верхней боковой и вроде как радиообмен там нормальный, формальный, а не по полчаса включения, как у радиохулиганов, то ясно, что это какая-то профессиональная радиосвязь. Но какая? Не знаю. А вот и четвертую. Гармонику радиохулигана с 1700 кГц с хрипучей амплитудной модуляцией слышно. Четвертую гармонику. Позор, конечно. И вот еще есть такая штука. Это номерные станции в народе называются. Станции, которые передают шифровки, зашифрованные одноразовыми ключами. Расшифровать это невозможно никому и никогда. Но все равно люди интересуются, наблюдают за этими станциями, систематизируют информацию, какая станция, как часто выходила, идентифицируют их как-то. И вот одна из таких станций, очень тоже известная среди любителей номерных станций. Абзат 148, Абзат 148, Марина, Алтаса, Байлянска. И вот еще какая-то интересная радиосеть. С селективным вызовом работают товарищи. Обратите внимание, сначала идет посылка селективного вызова. А потом идет ответ. Короткие тональные сигналы такие. Пик-пик-пик-пик. Это уже отвечает та станция, которая приняла селективный вызов. На ней в это время включился динамик. Открылся, так скажем, шумоподавитель. И можно осуществлять вызов голосовой уже. Вот мы это сейчас и наблюдали. 6931. Не знаю, кто такие, на каком языке разговаривают. А вот рядышком 6970 в нижней боковой. Это уже явно какие-то радиолюбители. С сороковки отошли чуть-чуть вниз, вне любительского диапазона. И тем самым превратились в радиохулиганов. Сороковка отошли чуть-чуть вниз. Продолжаем нашу прогулку по диапазону. На 8 МГц еще пара активных частот с какими-то неизвестными товарищами. И на 8 743 Волмит, Бангкок радио. Немножко послушаем английского с акцентом индусов. Это у нас Мумбай радио, управление воздушным движением. Продолжение следует... Извиняюсь, конечно, что я вас с этими товарищами с таким акцентом мучаю, но что делать из песни слов не выкинешь. Есть они в эфире. Давайте слушать. Но зато вот теперь рядышком тоже управление воздушным движением над Северной Атлантикой уже на нормальном английском языке. ОТО. Продолжение следует... И вот еще, кстати говоря, американская система глобальной коротковолновой связи, или как там она называется, которая на 1,175 шифровки гоняет. Вот тоже ее частота 8,992. И вместо шифровок бывает вот такой радиообмен управления воздушным движением. Еще и похоже на французском языке. Экипаж 7, ПАКС 50, и 1 палетка 660 кг. ПОЗ ИСТР, и у нас будет 15 пассажей только. И у нас будет 20,20. И вот еще, кстати, на 12 МГц. В морском участке, прямо на морской частоте. Там есть фиксированные частоты. Вот такие же товарищи встретились. Вот еще на 13 МГц какая-то авиационная радиосвязь. Похоже, чья-то местная. В смысле, внутри страны какой-то связь. Мне сегодня везет на номерные станции. Вот еще одна. Я даже не знаю, какая она. Я, конечно, не фанат наблюдений за ними. Но основные все равно все на слуху. А вот эту я как-то вроде не знаю даже. Три, три, два, восемь. Ну и потихоньку будем завершать сегодняшнюю прогулку по диапазону. Напоследок хочу сказать, что, во-первых, вещательные диапазоны есть и в верхней части кВ диапазона. Например, на 21 МГц есть вещательный диапазон с АЭМ-станциями. И выше даже есть вещательные диапазоны. А во-вторых, в эти дни было очень хорошее прохождение в верхней части кВ диапазона. Много было станций слышно на 27 МГц. Вот, например, в частотной модуляции много разных Сибишников слышно. Слышны в однополосной модуляции даже наших русскоговорящих Сибишников. Да, да, Сергей, принято, принято, Серёж, принято, Воронеж. Все принято. Здесь кто-то пытается мешать, дефон стоят, но я тебя слышу нормально. А, Сергей, тоже всего доброго, с праздниками тебя, с шведцами, с будущими. Ну и в однополосной модуляции выше 27 400, выше центральной сетки. Много станций зарубежных, дают общий вызов, работают прям как радиолюбители, только с Сибишными позывными. Есть вызовные частоты, например, 27 555. Или рядом где-то тоже люди встают, работают на общий вызов. Всем-всем в верхней боковой полосе, прям как в любительском диапазоне. Ну, своя такая Сибишная там культура есть. Культура есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошее прохождение в верхней части диапазона не только на 27-28 МГц, но и аж на 30 с лишним МГц. Вот например на 35 МГц уже в лоу-бенде было слышно вот такую многоканальную систему связи транковой с множеством ретрансляторов, которые все проходят с разными уровнями. То один громче слышно, то другой, потому что они в разных местах расположены. И иногда там слышно даже радиообмен или сигналы вызова. Вот такая вот интересная система. Давайте понаблюдаем немножко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Много всего интересного Применять радиосвязь в жизни Она вещь полезная и вам может пригодиться Ну и конечно же смотрите мои видео Подписывайтесь на канал Который есть на YouTube На Яндекс.Дзен Есть на Рутуб Есть группа ВКонтакте Есть страница с дополнительными материалами На сайте Бусти И в Телеграм канале В отдельном Телеграм канале Ну и конечно же есть просто Телеграм канал Тоже на него подписывайтесь Всем пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА